Добрый день, меня зовут Мария. Сегодня у нас 29 декабря 2020 года и я решила подвести свои вышивальные итоги за год, за прошедший. Не знаю, наверное, они не очень глобальные, не очень масштабные. С планами мы узнаем, справилась ли я или не справилась. Я вот взяла свою шпаргалку. Вот все мои планы на 2020 год. То есть у меня стояло в планах закончить пятку АТСТ на 1 января. Это я называю пяткой. Милые друзья, маленькие друзья. У меня на 1 января было вышито всего 100 тысяч габериновок-стежков, то есть у меня было вышито ровно 50%. Также у меня стояло милый гость издалека, минуточку 80-90% вышить я планировала. То есть практически подвести глобальную свою работу, огромную многоцветку практически к завершению. Ну, я себя переоценила и говорю сразу однозначно. Далее у меня стоял с нуля по планам Змей Горыныч от Савиного леса. То есть мне надо было начать закончить работу. Также у меня стояло на завершение от Савиного леса Снежная королева. На 1 января у меня было вышито 50% тоже. Также у меня входил Ангел моря от Лавандер энд Лейс. На 1 января 2020 года у меня вышито было всего 30%. Также с нуля я должна была начать и закончить летние и осенние квакеры от Роспункт Монор. Должна была вышить альпийскую мандалу от Шаталайн. На 100% она у меня была запланирована. Также у меня стояло в планах маковое поле от Ангел. Также у меня был его глаз на воробье. Семплер. Я должна была вышить, начать и закончить его полностью. И еще у меня был один тайный процесс. А Дименшенс, ну он на желание, он не мой, он в подарок, поэтому я его не показывала. И не показываю, да. Он у меня не закончен сразу, говорю. То есть у меня где-то 50% меньше, наверное, даже 30. Не буду обманывать, где-то процентов 30 у меня всего вышито. Итак, у меня с собой не все работы. То есть я буду вставлять сейчас фотографии и показывать. Почему не все? Потому что я оформляю свою работу в России. И вот как раз Снежную Королеву я оформила в России. Она у меня пока там. Я ее с собой не привезла. То есть Снежная Королева у меня была начата 18 ноября 2019 года. И закончила я 8 января 2020 года. То есть свои 50% я отшила и уже оформила. Вот сейчас ставлю фотографию, как она у меня выглядит. Далее у меня в планах стоял летний квакер. Летний квакер я начала 13 января и закончила 7 февраля. Полностью вышит и оформлен. Осенний квакер у меня был, значит, 13 февраля и я его закончила 11 марта. Вышит и оформлен. То есть полностью работы с нуля уже готовы. У меня, кстати, мне очень нравится оформление, которое я сделала. Оформление у меня делалось под интерьер специально, потому что мы собираемся приезжать в другой дом. В том доме сейчас идут ремонты. Непотребка еще, да, конечно. И то есть оформление, которое мне предложил мастер в багетной мастерской, оно полностью просто соответствует той зоне столовой, в которой будут находиться эти квакеры. Мне очень понравилось. И я просто, я в восторге. Сейчас тоже вставляю фотографии. Далее. У меня стоял змей Горыныч. Я его начала 3 апреля и закончила 2 мая. Вы скажете, маленькая такая работка. Видите, какая она маленькая. Что? Кверх ногами еще плюс ко всем. Показ. Я молодец. Что ты так долго вышивала? Ну, так как, вот, видите, у меня несколько процессов сразу идет. Поэтому, конечно, вот эта маленькая работка, которая всего на 7, 924 крестика, у меня заняла почти месяц. Но он прекрасный. К нему я еще буду вышивать еще 2 работы из этой серии. Чудо-юдо-рыбокит и Кот Баюн. И я хочу, когда вот отошью все остальные работы, уже тогда все вместе оформить. Но пока она у меня полежит в рулоне, потому что я хочу эти, планирую эти работы повесить в своем кабинете, чтобы у меня была такая русская, такая изюминка в интерьере. И хочу, чтобы багет между собой перекликался. Очень хочу, потому что они будут висеть вот так вот друг на другу. Да, прекрасно вообще. Но я люблю Савин и Лис. Далее у меня идет финиш Ангел Море. Ангел Море я начала 12 июня 2019 года. И вот закончила 26 мая 2020 года. 70% положенных. У меня так сейчас солнце бликует. Прям безобразие. Вы не поверите. У меня солнце и дождь одновременно идет. Это погода, но у меня зима, да, у меня штормы. Шторма начинаются, ливни, просто у меня сейчас полпарка деревьев повалено. И эта работа вышивалась в подарок на 30-летие моей племяннице. Должна была подариться ей в ноябре. Но в связи с тем, что мы сейчас все, да, сидим по нормам, по домам по своим, и я эту работу еще даже не оформила. Оформляться она будет в России. Мне очень понравилось, как оформила, я в одной из своих вышивальных недель показывала, как моя вышивальная подруга оформила Ангела Любви в белый багет, такой деревянный, резной. И я прямо вот уже вижу этот багет на этом Ангеле. Да, он дорогой, дорогой, потому что музейное стекло, багет, там, что-то в пределах 15 тысяч, если не больше стоит. Ну, он достоин такого оформления. Очень красиво будет висеть в спальне моей племяннице. Ну, вот пока, вот видите. А, это фрузилок. Я напугалась, думаю, что такое у меня на работе. Так что это ей в подарок. Далее, после Ангела Моря я закончила свою работу от Исты. Маленькие друзья, которые я называю пяткой. Ну, почему? Потому что я непосредственно в эту работу влюбилась вот из-за этой пятки. Она такая классная, такой здесь детский целлюлит, шикарный. К этой работе я отношусь неоднозначно. У меня есть отдельные видео по финишу. Я все работы, которые закончила, на которые у меня отснятое видео, я все оставлю в инфобоксе ссылочки. Если будет интересно, пожалуйста, проходите, смотрите. У меня очень однозначное отношение к этой работе. Но я рада, что я наконец-то ее сделала. То есть 100 тысяч аппетитов в этом году. Мне надо было отшить, я их отшила. И вот такая девчулька кудрявая у меня теперь есть. Да. Вот, кстати, работа очень большая. И, скорее всего, почему, да? У меня квакеры, например, они в России остались. До такой степени большое оформление, чтобы чемодан просто не заходили в чемодан. Нужен чемодан, который намного больше. У меня здесь есть такой примерно с меня ростом. Но за этот чемодан нужно доплачивать отдельную стоимость. 50 евро, чтобы этот чемодан прилетел в Россию. И 50 евро, чтобы он обратно вернулся. Потому что не габарит уже идет. И вот квакеры остались у меня в России, потому что этот чемодан у меня здесь. Я с ним не летаю. Но он просто шкаф на колесах. И в следующий раз, конечно, когда полечу, полечу с мужем. Потому что одна такая такая чемодан, это просто вообще нереально. И тогда я, конечно, привезу свои квакеры. Но вот пока они у меня там. И поэтому мы уже с мужем думали, что такие большие работы, которые не входят в стандартный чемодан, Скорее всего, нужно будет оформлять здесь. Я боюсь, конечно, оформлять работы здесь. Напомню, да, что я проживаю во Франции. Почему? Потому что я подписана на многие группы в Фейсбуке французских вышивальщиц. И я вот не знаю. А спросить неудобно. Потому что обидишь человека. Я не знаю. Либо здесь так ужасно натягивают. Потому что вот заломы от пяльц остаются. Либо сами вышивальщицы это все дело оформляют. Оформляют как могут. Потому что натяжка вот эта вот волнами идет. Ну, если заломы от пяльц, это говорит о том, что работа даже не стирана, не глажена. После того, как ее сняли. Как ее закончили и сняли с пяльц. Поэтому не знаю. Я хочу рискнуть вот с этой работой. Я нашла одну багетную мастерскую, которая у нас непосредственно работает со школой вышивальщицы. У нас как-то есть школа вышивальщицы. И вот эта багетная мастерская работа непосредственно с этой школы. Я думаю, если они смогут мне нормально натянуть лео 32-го аккаунта. Напомню, здесь основа сама. Потому что раньше вот все свои работы вот этот месяц. Я все всегда вышивала на лео 32-го аккаунта. Это сейчас я изменяю свои традиции. И беру Линду и Лугану в работу. А раньше, да. И вот я к чему это говорю. Если они смогут натянуть лео 32-го аккаунта. Кобеленовая вышивка. То есть он плотный. Да, как коврик. То тогда я уже, наверное, все большие и сэмплера буду оформить здесь. Потому что здесь-то полная зашивка. Ее как-то, мне кажется, проще натянуть. А вот все-таки с сэмплерами это будет посложнее. Поэтому рискну пока на этой работе. Посмотрим, как у меня получится. Итак, далее. Следующую работу, которую я начала и закончила в этом году. Начала ее вообще 5-го декабря 2019-го года. Но у меня было вышито всего 49 крестиков. То есть я начала в какой-то благоприятный день. Я поняла одно, что со мной это не работает. Как только я начинаю в какой-то благоприятный день работу, как, например, мандалу или мандалу. Ну, я уже говорила, почему я называю мандалой. Потому что мы с девочками однажды, с моими вышивальными подружками, задались таким вопросом, как правильно произносится мандала. И вот нам выдал гугл, что произносить правильно надо мандала. Ударение некрасиво как-то звучит. Поэтому, скорее, буду мандалу называть. И вот, я начала именно этот анкор в этот благоприятный день и свою мандалу. Восыны не там. То есть вот я вышила 10 крестиков на этой мандале и все. И также вот, вот и вели после этого в благоприятные дни, как говорится. Также и эта работа мне далась очень тяжело. Я не знаю, почему. Я ее так долго шила. Моя вышивальная подруга за 3 недели ее вышила. Я вот начала ее в марте. Ну, честно говоря, потому что эти 49 крестиков я сделала и все. А потом я ее в руки взяла только в марте. То есть вот с марта 20-го года по 02 ноября 20-го года я ее закончила. Представляете, как долго я ее мучила? А что тут мучишь-то? Наборчик. Ну, вот так вот он мне кровью и потом дался этот Ангкор, да. Поэтому более я ни в какие благоприятные дни не верю. И начинать буду только вот по желанию. И вот в Индополож, как говорится, вот сейчас и немедленно. Больше ни на какие лунные календари я внимания не обращаю. Они для меня не существуют. Так, далее. Какую работу я начала и закончила в этом году с нуля, да. Это внеплановая работа. Она у меня в планах не стояла. Это мой сэмплер Хэллоуин. То есть он такой достаточно крупненький. Я вышивала на 36-м каунте на лине. Лен я окрашивала сама. Мне очень нравится. Мне очень нравится, что получилось. Также у меня есть отдельное видео, чтобы вот можно было рассмотреть все красотулечки, все вот эти вот пришивные элементики. Да, эту работу я начала 1 августа и закончила 30 ноября. У меня вот случился такой чудесный финиш. И вот там вот я хочу попробовать оформить пятку от Эсте. И если вот она у меня оформится, и следующая работа, которая пойдет в оформлении, вот эта. Это мой оберег. Здесь написано «От привидений и упырей». Далее. Теперь, что у меня не закончено. У меня в планах стояло отжить 100%. Вот сейчас я ее разворачиваю на себе. То есть вот вы представляете, вот какая работа огромная. Меня не видно, да? Никак вообще. Вот она такая. Это сэмплер Адама Ева. Его «Глаз на воробьи» называется. Мне осталась вот эта часть. Вот эта. В общей сложности мне осталось 7000 крестиков выполнить. На этой работе она будет готова. Но вчера я вышивала, и у меня закончился вот этот вот цвет синий. А он у меня еще на работе присутствует. То есть мне вот не дошли еще две ниточки. И вот одна у меня нитка закончилась. И что будет с другими, я не знаю. То есть со второй, который мне не хватает. Почему, сейчас расскажу, почему у меня не хватает нити. Это работа. Ключ дается на 28-й каунт в одну нить через две нити переплетения. Я вышиваю на 32-м в две нити через две нити переплетения. То есть я уменьшила каунт, но я увеличила расход нитей. Почему я так сделала? Потому что мне нужно было, чтобы он был яркий. Чтобы вот все элементы, вот эти вот, они были хорошо видны. И такие читабельные визуально, да. Для чего? Это также работа вышивается в новый дом. И будет она висеть на лестнице. Я сейчас ставлю фотографию лестницы. Это, конечно, страшно. Сама лестница будет меняться. Но вот эта вот стена каменная, она останется. То есть она уже сделана. Уже нам строители ее сделали. Там раньше было вообще чем-то закрыто она. То есть мы с мужем все это дело отодрали. Выдалбливали между камнями такие глубокие-глубокие. Отбойный молоток. У нас два отбойных. Один у мужа, один у меня. То есть я такая... Я на все руки мастера, не только крестики делаю. Я еще отбойным молотком, знаете, как хорошо долбаю. И мы выдалбливали между камнями пространство глубокое. И потом мы приглашали человека, и он нам делал между камнями. Вот это вот все закрывало. И, в общем, он меня научил этому делу. И уже в этом доме я сделала одну стену сама так. То есть мы опять ее вдвоем выдалбили. А уже вот замазывала я ее сама. То есть я теперь... Я все умею. Да. И вот этот вот сэмплер, он должен будет висеть на лестнице. На той. То есть на тех стенах. Лестницу мы заменим. А вот стены останутся. И, естественно, там такая... Она яркая такая стена. Там темный серый кирпич. Такой он... Чтоб не слился сэмплер. Чтоб он не потерялся. Вот. То есть... Вот такая прелесть у меня будет. Я с вами разговариваю. У меня тут смс-очки так выплывают из WhatsApp. Я так одним глазом еще пытаюсь почитать. Но получилось так, что у меня... Мама трубку не брала сейчас. Это... Я уже второй раз видео снимаю. Потому что первое у меня звонком прервалось. Мама не брала трубку, а мы с племянницей такие паникерши. Потому что мама все-таки человек уже в возрасте. И когда она не снимает трубку, мы начинаем переживать. Почему? Только что случилось. А когда мы с мужем выбирали квартиру покупать в России, мы специально выбирали так, чтобы и племянница рядышком жила. И вот... Чтобы это все было под контролем всегда, да? Далее. А, ну вот я же не так говорила. И в общем племянница не дозвонилась до мамы. И сейчас меня разыскивает. Говорит, я сейчас стартану ее искать. Скажи мне код от квартиры. Потому что на охране стоит. И вот сейчас все хорошо. Главное, что все хорошо. Да. Ну, извините. Я вообще болтушка. А тем более, когда одна. Чего бы не поговорить. Далее. Следующую работу, которую я вышивала. На которой я заявляла 80-90%. Сейчас я ее... Наверное, я все-таки встану. Это потому что она у меня на станке. Вот. Вот такая моя гигантская вообще работа. Это милая гость издалека. От артели белый кролик. Это моя любовь. Да. Вот в следующем году я посмотрела уже по количеству, сколько я вышила в этом году крестиков, аппетитов. Я в конце цифру озвучу. И я так подумала, что если я буду по тысяче, по тысяче сто в день вышивать, то я ее закончу в следующем новом году. Да. Вот. Поэтому у меня вот такие планы. Поэтому даже если придется пожертвовать какой-то другой работой, планы свои я уже сняла, они у меня уже на канале. И вот если придется пожертвовать какой-то другой своей работой, то я пожертвую, но здесь я буду тысячу делать. Ну, как говорится, дай Бог нам всем здоровья. Далее. Это незаконченная работа, но тоже начата в этом году. Она в планах у меня не была. Ну, все-таки на ней какие-то плохо или хорошо, но что-то я на ней нашила. Это сапожок от JASNO. Она у меня будет переходить в следующем году до работы. Да, вот такая вот нежнятина. Мне он очень нравится. Но сейчас он у меня тоже пока полежит, пока в отложенных, потому что мне в срочном порядке нужно вышивать зайки от сечкарь и сердечки. И это в подарок, и это важно. И также мне важно к лету в обязательном порядке закончить сумочку от Рифле де Суа. То есть это маме. Выше-то мало, я уже ее показывала неоднократно. В планах, кстати, вот я превью. Я сейчас забыла, честно говоря. Я танцы Мориса превью взяла, а здесь забыла. То есть выше-то всего 550 петитов каких-то, бисеринок точнее говорю. И далее тоже сумка не входила в планы. И далее, что у меня еще не входило в планы, танцы Мориса. Ну, это просто любовь с первого взгляда была. Я ее схватила, схему сразу покрасила, покрасила основу сама. И вот начала. Вот эта работа будет вышиваться сразу же после Адама и Евы. Вот она у меня там. То есть у меня будут зайки, сердечки. У гостя обязательно тысяча. И вот он, танцы Мориса. Да. Ну и также, что я еще вышила, но я уже не стала с елки снимать. Давайте я вам вставлю фотографии так проще. Потому что у меня уж так все хорошо висят. Хотя бы потянусь вот до этой. Это вот первая незапланированная игрушка. Милхил. С этой работы началось мое знакомство с Милхилом. И, кстати, она у меня сложилась не очень удачная. Я ее вышивала около шести месяцев, полугода, не поверите. То есть мне что-то всегда... Не могла я. Серьезно, очень тяжело она мне далась. Я не раз пробовала, думаю, ну почему стоит дорого. Все называют это конфетками. Думаю, ну что же я тормоз-то какой. Ну почему все расхваливают Милхил, а я восторга не испытываю. В общем, я взяла потом еще другой Милхилчик. Купила себе. Купила себе другой Милхилчик. Наверное, все-таки я сниму. Сейчас скажете, неподготовленные. Ну я как-то не планировала, да. Вот Волшебную страну уже не сниму, честно. Вот я не знаю, видно? Вот она елочка от Волшебной страны. Тоже незапланированная. Она у меня, это игрушка. И вот когда я поняла, вот вышиваю эту шишечку, что я не распробовала, что такое. Я не поняла, почему это так конфетки, конфетки. Странно. В общем, я взяла себе на пробу вот такого. Мне он понравился тем, что он взъерошенный. Он весь взъерошенный. Здесь идет такая специальная ниточка, она пришивается в конце. Такая прикольная. И вот вышивая уже вот эту работу, я распробовала. Но я, видимо, к сладкому вообще по жизни отношусь равнодушно. Я к конфетам, к шоколаду, к плюшкам, батрушкам, ко всему этому. Видимо, поэтому и вышивальные конфетки мне нужно было распробовать не с первого раза. И вот я, когда вышивала вот сапожок, вот он тоже сборный, и вот этот сборный, я вот показывала в своем видео на прошлой неделе, что вот здесь вот крестики, они закрываются, вышитые крестики. И вот здесь вот показываю. Я пыталась спасти ей максимально вышитые крестики. Вообще, по превью, вот эта птичка, она сидит ниже. Она вот сидит прям вот конкретно низко. Сидит на листиках, а не на ветке. И я вот все-таки решила ее посадить все-таки на веточку. Я ее повыше. Ну, а с сапогом я уже так делать не стала, потому что я хотела сапог вот именно такой, как на превью. Да. Вот эти работы. Эти крестики у меня не учтенные. Я не знаю, как считать, у меня нет саги на них. И также у меня вышелся, вышелся елка от волшебной страны, да, которая тоже не знаю, как считать эти бисеринки. И трое вот таких саночек. У меня отдельное видео, я ссылочку оставлю, чтобы остальные не дергать, не снимать. Вот такие саночки. Покупала на 1, 2, 3. Отдельно саночки, отдельно схема. И отдельно нужно покупать нитки, бумагу. То есть... Вот так вот. И да. Сейчас возьму обратно свою бумажку. А как же без бумажки-то? То есть вот это вот у меня не учтенка. А, кстати, саночки у меня учтен. Учтены. Потому что я посчитала его, ну, здесь легко считались, крестики. 480 крестиков вот в одних саночках. Да. И так. Значит, подводим итог. Истей я закончила. Пункт 1. Милый гость издалека. 80-90 процентов. У меня вышло 24. Пролетали. Горыныч. Считаем то, что... То, что в планы у меня вписались, какие в пункты. Значит, пятка Горыныч у меня нормально. Снежная королева у меня нормально. Ангел моря у меня нормально. Летний осенний квакер нормально. Маковое поле нормально. Дим, который тайный, не закончен. Сейчас считаем, что ненормально. То есть у меня гость ненормальный. Дим еще не закончился. Его глас на воробье. 7000. Ну, давайте честно говорить. Сегодня у нас 29 число. Но если я еще 1000 отошью. За сегодня и за завтра. Но это все равно я не закончу. То есть вот 3 пункта уже, да. И альпийскую мандову я вообще не начинала. Я ее не начинала. Вот серьезно. Я не знаю почему. Я уже и пленку пищевую купила. Мне уже муж раму сделал. Такую, знаете, чтобы вот здесь на 70 и вот сюда на 90, чтобы у меня в станок мой амур заходил. То есть ее просто пришить надо. Пленочкой замотать и начинать вышивать. Все. Я не знаю. Это вот, видимо, вот эти вот благоприятные в кавычках гниги. Не верю я после этого. Я в это не верю. Да. Итак. А теперь цифры. Вы же знаете, я цифры люблю, да. Я обожаю цифры. Видимо, сказывается первое образование физмат. Педагогический университет. Ну ладно. Уже ничего не понял. Совершенный ноль. О, у меня Лёва пришел. Откуда-то. С какого-то этажа. Либо с цокольного, либо с первого. Не поймет. Смотрит так. Это что за бардак? И так. Итак, значит, вышито у меня в этом году 180 678 габелиновых стеречков. Много или мало, не знаю. Ну вот как-то так. Ну у меня, я говорю, у меня и руки медленно двигаются. Далее. Сколько вышит у меня крестиков. То есть все крестики. Я же с сагой вышиваю. То есть нелегко считать. То есть не учитывая вот этих вот работ и сапога от Джаснам. Ну там тоже выше штука. Я показываю, да. Ну сколько здесь, я не знаю. Может тысячи две. Но я не считала. Не считала, поэтому тоже не учитываются. И вот этого вот Дима, который я вышиваю, я его тоже не учитываю. У меня тоже саги на него нет. То есть у меня вышито 192 345 крестиков. То есть в крестиках я вышила больше, чем в полукрестиках. С другой стороны, вот если бы я вышивала бы только гости, то есть вы по цифрам видите, я бы вполне могла закончить и в этом году эту работу. Но если бы я вышивала, если бы я налево не ходила, да, на сэмплировочки, на мандалы, да. И вышито у меня, значит, 550 бисеринок, не считаю, волшебной страны. Да. И вот неучтенки у меня есть. У меня вот это неучтенка, сапог начало неучтенка, танцы Морриса неучтенка. И мой сэмплер Хэллоуин тоже неучтенка. То есть если бы я даже вот не начинала вот эти вот работы другие, то, наверное, ну, мандову бы навряд ли я бы закончила. Ну, начать бы начала, это вот 100%, и хотя бы процентов 30-то я бы на ней бы вышила, я так думаю, да. И у меня был бы закончен уже вот этот вот сэмплер, то, что вот я включала в планы, годовые планы на старт и на финиш. Ну, вот такие итоги. Я надеюсь, вы со мной хорошо провели время. Я, правда, тут отвлекалась в разные стороны, извините меня, пожалуйста. Ну, я целый день одна дома. Вот, муж работает, поэтому мне поболтать очень хочется. Я вообще, я находка для шпиона, я болтушка еще там. Да. И, ну, вот, в принципе, вот такие вот итоги. Я не знаю, понравились вам, не понравились. Все ссылочки на все готовые работы я оставлю. Будет интересно послушать ваше мнение, что вы считаете. Зря я себя критикую, что я с планами со своими не справилась. Или, в принципе, все у меня нормально. Ну, вот к следующему году я подходила, скажем так, более ответственно. В том плане то, что это первый год. Иди ко мне. Это Левшика. Пришел. Вот, смотрите, какой она у меня красивый мальчик. Да, любит маму. В том плане то, что это первый год 2020, когда я действительно считала все крестики, все аппетиты. Все выписала на начало года и вот все выписала на конец года. Это вот действительно первый год. Поэтому, опираясь на вот эти цифры отшитого, я уже строила свои планы на 2021 год. Надеюсь, я с ними справлюсь, потому что многое, что я должна вышить в подарок. И все горит по срокам, скажем так. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем крепкого-крепкого здоровья. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю быть счастливыми и здоровыми в следующем году. Чтобы семьи ваши были здоровы, чтобы детки, чтобы вы сами никому не болеете, никому не хвораете. Чтобы всегда у вас была улыбка, всегда дом был полный, чаша. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч в следующем году. До свидания.